Друзья, всем привет! С вами Денис, и сегодня я подготовил для вас большой обзор на тарелки от компании ED Symbols. Полгода назад я получил эндорсмент от компании ED Symbols, и все эти полгода я играл на этих тарелках. Я до этого, естественно, слышал об этой компании, я играл немножко на других версиях этих тарелок, и уже тогда у меня сложилось очень хорошее впечатление, и когда я увидел именно этот сет 2020, я понял, что я бы очень хотел его получить и иметь в наличии, играть на нем. И вот как раз полгода поиграв, я понял, что здесь очень много плюсов, и сегодня как раз я расскажу вам про них. До того, как у меня появились эти тарелки, почти всю свою творческую жизнь я играл на топовых сериях тарелок от компании Sabian, и это не тот случай, когда они у меня все раскололись, и я перешел на другие тарелки. В данном случае это был осознанный выбор, потому что у ED Symbols есть очень много плюсов, и сегодня я расскажу вам про них. Итак, что сегодня будет в обзоре? Сегодня я вам расскажу про все плюсы тарелок ED Symbols, а также вы увидите прямое сравнение двух компаний ED Symbols и Sabian, и это сравнение будет как в миксе, так и без микса, и вы сможете сделать свои выводы. Также я ни в коем случае не хочу навязать свое мнение, у каждого оно реально свое, и звучание тарелок это дело вкуса. Я просто расскажу именно свое мнение, как я это слышу, как я это вижу и как я это оцениваю. Итак, приступим. И первая тарелка это у нас райд, самая большая, у меня это HHX Groove Ride, и он со мной всю жизнь. Я всегда думал, что это самые лучшие райды, что лучше не существует. Для меня очень важные показатели это Bell, основное звучание, и также этот райд очень хорошо крошуется. Но, как оказалось, существует райд от ED Symbols серия 2020, и у него гораздо ярче звук Bella. Основное звучание также очень хорошее, и плюсы на самом деле в том, что он не крошуется, и за счет этого создается более чистый звук. А теперь как раз давайте послушаем, как звучат в сравнении 21 Groove Ride HHX и 21 Ride от ED Symbols серии 2020, как в миксе, так и без микса. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Теперь у нас на очереди хай-хэт, это HHX Evolution, легендарная модель, подписная от Dave Wokla. К сожалению, все надписи стерлись, потому что я довольно много чистил эту тарелку, но это она. И я всегда думал, что это самый лучший хай-хэт, потому что у него довольно собранный звук, много верхов, которые я очень люблю. Но у ED Symbols вышли тарелки 2020, они сделаны из сплава B20, который является топовым. Из него делают как раз все тарелки других фирм. И этот хэт оказался более собранным, что является для меня главным показателем. Сейчас я вам также покажу в миксе и без микса сравнение двух этих компаний. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Теперь приступим к крэшам. Сейчас у меня в руках 17-й крэш Aax Explosion и 19-й крэш Aax V-Crash. И мой принцип выбора этих тарелок заключался в том, что я очень хотел, чтобы у них был долгий сустейн, чтобы это был объемный и красивый звук, но практика показала, что на студии это не является преимуществом, а на сцене, особенно маленькой, это большая проблема. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Это серия 2020, это серия 2020, это серия 2020, 17-й крэш, и у них довольно много плюсов, если говорить о прошлых проблемах, то ушла проблема с громким звучанием. Они очень хорошо подходят для студийной работой, а также у них стал более умеренный сустейн, который позволяет применять их в разных стилях, и это очень удобно. Давайте также послушаем теперь сравнение их как в миксе, так и без микса. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжая тему про крэша. У меня есть ещё отдельная тарелка, это Sabian AAX Explosion Fast Crash, и она предназначена для более лёгкой музыки, например, для попсы. А из-за того, что тарелки, как правило, с большим сустейном и громким звуком, они не всегда подходят для более лёгкой музыки, и поэтому таким компаниям приходится создавать отдельные модели. Они либо фаст крэши, либо зоновые крэши, чтобы звук был более тихий и подходящий для стиля. Но у ED Symbols у них как раз плюс в том, что тарелки подходят для всех стилей. Если я играю поп-музыку, то я просто ударяю в крэш, и он спокойно сочетается с этим стилем. Если я играю рок-музыку, даже если мне немного не хватает звука, я могу просто ударить одновременно в два крэша, и появляется дополнительный объём. Поэтому мне не приходится у ED Symbols покупать дополнительный сет для какой-то более лёгкой музыки, потому что их тарелки подходят абсолютно для всего. Сегодня у нас стандартный сет, поэтому переходим к последней тарелке. И это Sebian AAX Extreme China, 19-я. И для меня важный показатель у China это то, как она шипит. И вот данная тарелка очень хорошо шипит, но само название Extreme говорит о том, что она слишком громкая. Я пробовал, экспериментировал с другими China, например Evolution, но, к сожалению, она у меня очень быстро выходила из строя, потому что она озоновая. Но у ED Symbols появилась своя China. Это 18-я China 2020. И мне она очень нравится тем, что у неё сбалансированный звук. Она не выбивается ни по громкости, ни по сустейну из общего микса. И при этом она имеет свою шипучесть и отлично справляется со своей функцией. Теперь давайте сравним две эти China. Субтитры создавал DimaTorzok Давайте подведём итог. Во-первых, я считаю, что данные тарелки отлично звучат, отличного качества и ни капли не уступают топовым брендам. Во-вторых, здесь, конечно, очень привлекательная цена, потому что на топовые бренды, как уже все могли заметить, нереальные цены. И это просто сложно себе позволить такое удовольствие. Здесь же цена в разы меньше и качество замечательно, поэтому это очень выгодное предложение. И третье, что очень необычно, это то, что у ED Symbols есть гарантия. Она длится год. Если за этот год раскололась тарелка, то вы можете обратиться к ним, и они вам заменят и дадут новую. В заключение хочу вам сказать, что не стоит относиться к российским производителям с недоверием. Многие считают, что всё, что делают российские производители, это ужасного качества. Если это какие-то инструменты, то это ужасного звучания. Но это не так. Я думаю, сегодняшний обзор смог показать и разрушить этот миф. Поэтому всем удачи. Спасибо, что посмотрели мой обзор. Дальше больше. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok